Десна ТВ Атомный ледокол «50 лет победы» отправился к Северному полюсу 13 августа из Мурманска. На следующий день корабль прошел землю Франца Иосифа. Это была последняя встреча Ксении с сушей до самого полюса. За 10 дней, проведенных в походе, жительница Десногорска познакомилась с захватывающим и неповторимым миром Арктики, наблюдала за касатками, белыми медведями и проплывающими за бортом айсбергами. Однако первые дни пребывания на судне оказались не самыми простыми для хрупкой девушки. Когда мы были в Баренцевом море, нас предупредили, что у нас мини-шторм и что ледокол может качать. Но я думала, такая огромная вообще махина, как его может качать? Но была качка. У меня в первый день только проявлялась какая-то морская болезнь. Мне было нехорошо. И я боялась, если честно, я боялась, что будет так и дальше. Думала, блин, что же делать? Но, в принципе, мы вот этот участок, где качало, проплыли, и потом вообще ни разу ничего не было. За время своего путешествия Ксения узнала о развитии атомного флота, погрузилась в историю освоения Арктики и ее природных объектов. Девочка приняла участие в уникальных творческих мастер-классах. Она познакомилась с особенностями актерской профессии, а также стала участницей фестиваля мультфильмов. В качестве наставников для нее выступили музыкант Тимур Ведерников, телеведущий Валис Пельш, актрисы Елена Яковлева и Анастасия Макеева, а также другие звездные пассажиры атомного ледокола. Это вообще что-то невероятное. Настолько красивые пейзажи, настолько веселые, настолько общительные люди. К тому же знаменитости просто вокруг. И это вообще какой-то вау. По счастливому совпадению на Северном полюсе Ксюша встретила свой день рождения. Капитан атомохода подарил девочке возможность связаться со своими родителями по спутниковому телефону. Мы не ожидали, потому что знаем, что связи нет. И первый раз мы так долго без связи друг с другом. Мы не знали даже, что спросить, как сказать. Мы поздравили с днем рождения и спросили, как тебе нравится, как вообще твои эмоции. И услышав ее голос, мы поняли, что там очень хорошо, что ребенок очень доволен. И дальше ждали с нетерпением возвращения. Финальным аккордом путешествия Ксении стало участие в зажигательных флешмобах. Вместе с другими членами экипажа она развернула государственный флаг, после чего выполнила свою главную миссию – установила флаг Гесногорска на вершине планеты. Я участвовала во множествах конкурсах школы Росатома. И каждый раз я получала какую-то награду, но я считала, что я столько сил в это вложила, но почему вот так? И когда мне сказали, что я еду на Северный полюс, я поняла, что все окупается. Рано или поздно за все придет награда. И нужно быть активным, нужно стараться, нужно стремиться, нельзя сидеть на месте. Пример Ксении наглядно демонстрирует, как тяга к знаниям и интерес к учебе способны открывать новые возможности и расширять границы. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Ночные погони и сложные головоломки – это лишь некоторые испытания, которые ждали участников автоквеста «Холодные игры» в Десногорске. Популярное в России развлечение добралось до Атомграда и пришлось по вкусу его участникам. О первом подобном мероприятии в сюжете на четвертой строчке хит-парада. В пятницу вечером шесть команд собрались для того, чтобы принять участие в автоквесте. Небольшой инструктаж и участники разбегаются по машинам. Время игры пошло. Автоквест «Холодные игры» – уникальное для Десногорска мероприятие. Несмотря на дебют подобного развлечения, организаторы основательно подготовились к нему. Квест был согласован с администрацией города и службой ГИБДД. Безопасность – ключевой элемент таких игр. Командам необходимо было воспользоваться не только навыками вождения, но и эрудицией. Всевозможные ребусы и загадки в разных частях города порой ставили их в тупик. При этом нужно было еще постараться прийти к финишу первым. За ходом игры в прямом эфире неустанно следил судья соревнований, он же организатор Дмитрий Екименко. Именно он контролировал соблюдение правил и корректировал участников в случае возникновения трудностей. Задания участники получали на свои мобильные телефоны. По прибытии на указанное место нужно было найти и отправить специальный код. Это доступ к следующему этапу. Всего было семь этапов. Победитель определился спустя несколько часов. Сегодня мы приняли участие в игре «Холодные игры», которая впервые проводилась в Десногорске. И волею судьбы заняли первое место. Задания были для нас достаточно сложные. Опыта по таким играм у нас не было. На выполнение всех заданий победителей первых «Холодных игр» ушло чуть более двух часов. Им достался памятный приз. Но автоквест – это тот редкий случай, когда удовольствие доставляет не столько победа, сколько участие. Было очень интересно, что легенда была из знаменитого фильма «Гарри Поттер». Кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Было очень много смеха. Надо думать. Очень хорошо думать. Мы не думали, что так все будет сложно. Новые игры планируются уже в апреле. И если такой досуг понравится десногорцам, квесты сделают ежемесячной традицией. Олег Соловьев, Юлия Соболев, Стана Разганова, Десна ТВ. Мы вплотную приблизились к тройке лидеров. Завтра узнаем, кто же расположился на вершине нашего хит-парада «Двадцатка самых-самых новостей Десна ТВ» за 2019 год. Не пропустите. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok